Я к рок-музыке отношусь сугубо отрицательно и считаю, что у нашей молодёжи должны быть иные устремления, кроме как увлечения рок-музыкой. Спасибо. Стоп, мотор остановился. Расскажите, а какую передачу снимаете? Это «Весёлый ребят» музыка. А когда она пойдёт в эфир? Ну, осенью где-то. Осенью, да, надо будет посмотреть. Вообще интересную тему затронули. Конечно, мы не можем сказать, что рок-музыки и нет особо ничего плохого. И самый раз после работы придёшь, послушаешь. Это не нашу советскую эстраду слушать. Но, конечно, вот так вот с экрана о ней надо говорить очень осторожно. Так вот, чем объясняется такая популярность рок-музыки среди молодёжи? Это напоминает ситуацию с ребёнком. Представьте себе, что у вас есть какая-то очень красивая, яркая игрушка в упаковке, которая лежит на шкафу. Вы ребёнку её не показываете, говорите, что это плохая игрушка. Она там шумит, что-то там внутри такое, булькает такое. Ему очень интересно. А вы предлагаете какую-то другую игрушку. Естественно, он на неё не посмотрит. Он будет думать о той игрушке, которая лежит на шкафу. Что нужно сделать? Выход очень простой. Нужно снять её, отдать ребёнку. Он её разломает за один день, увидит, что внутри, и всё. Как вы считаете, нужна ли регулярная молодёжная музыкальная передача? Конечно, нужна. Нужна? Безусловно. Безусловно. Обязательно. Да ну вот, бежишь! В музыке молодые люди находят какой-то язык общения. Это для них больше, чем просто музыка. Это для многих форма существования на каком-то отрезке возраста. И если этого нет по телевидению, если это нет на пластинках, если это загоняется куда-то в полуподполье, то это принимает уродливые формы. А что значит молодёжь? Это значит говорить на языке, который присущ именно сегодняшней молодёжи. Потому что или мы будем изучать этот язык, или тогда потеряем контакт с целым поколением. Знаете, так же всегда было. Всегда приходило новое, всегда старое воспринимало в штыки новое. Это проблема вечности. Скажите, вот с какой точки зрения вы согласились бы, что надо дать рост всему, а потом из этого выбирать уже лучшее? Ну, неизбежные сдержки, так сказать, сорняков, там, вот косноязычий и так далее. Или же надо давать уже рост только тому, что лучшее? А кто может определить лучшее? Дело в том, что можно, конечно, сказать, что определит время. Давайте будем так уже знать, что те, которые занимаются музыкой, они всё-таки, главный их адрес, это публика и люди. И люди это, они сами сделают нормальный отбор, потому что, ещё раз повторяю, они, ох, какие умные, они чётко определяют и свои позиции по отношению к разным группам. Ну, и группы всё-таки, им нужно отдать призадумываться над тем, что они делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова